Евгений Александрович Фёдоров После репетиции концерта нам удалось поговорить с дирижером. В первую очередь он рассказал о предстоящем концерте. Он учит произведение в исполнении Марии Сахновой, произведение, переложение для Домры, произведение Сергея Рахманинова «Пляска цыганок» из оперы Олега. Потом мы спустились в файе первого этажа Ленинского мемориала, где сейчас работает экспозиция, посвященная жизни и деятельности уважаемого дирижера. Здесь на выставке Евгений Александрович рассказал о себе, своей семье и поделился воспоминаниями, как создавался оркестр. Начну с отца. Отец мой родом из Московской области, но потом, когда началась война, он ушел на войну и войну закончил уже в Японии в 1945 году. Вскоре после войны он женился. Это моя матушка Екатерина Васильевна. Она тоже родом из Московской области, но так получилось в течение обстоятельств, что мой отец и мать поженились уже в Приморском крае. Я сам родился в городе Порт-Артуре. И детство мое до 11 лет проходило в Приморском крае. И только в 1974 году, после моей женитьбы, я переехал в город Ульяновск. Почему в Ульяновск? Потому что моя супруга, она сама из города Ульяновска. И вот здесь на фотографии. Это 40 лет нашей свадьбы, совместной жизни. Ну, за это время у меня родилась старшая дочь Анастасия, младшая дочь Вероника. Все они имеют высшее образование, но по музыке пошла только старшая дочь. Она закончила консерваторию и сейчас работает в школе искусств номер один. Родились внучки. Это Валерия внучка, это внучка Ксения. И вот недавно родился внук Макар. Свои первые занятия музыки мне давал отец, мой отец. И здесь на фотографии видно, он занимается музыкой с детьми военнослужащих. Ну, так как он в разные годы служил в Приморском крае, вообще жизнь военнослужащего, это сплошные командировки, это сплошные переезды. Поэтому мы тоже переезжали из одной части в другую часть. Но в каждой части отец старался организовать какую-то художественную самодеятельность из тех, кто служил. Это жены офицеров, например. Он создал хор. С детьми он занимался музыкой. Училище и консерваторию заканчивал по классу баяна. И мне две квалификации было, и как дирижер народного оркестра. Чего начинался Ульяновский оркестр народных инструментов? Идея пришла вам или кому-то кто-то вам подсказал? Ну, создание оркестра, это, конечно, очень трудный, такой тернистый путь мы прошли, прежде чем создать оркестр. Почему тернистый? Потому что для создания оркестра не было ни помещения, не было артистов, не было нотной литературы, не было, самое главное, инструмента не было. Ну, и многих других, которые позволили бы создать творческий коллектив. А инициатива, это был призыв тогда секретарем обкома партии, был Геннадий Васильевич Колбин, и он тогда выдвинул такую идею о создании в городе Ульяновске несколько образцовых коллективов. Сюда входили духовой оркестр, сюда входил академический хор, хореографический коллектив, ну и, конечно, духовой, ну и, конечно, народный. Ну, и это была инициатива, которую мы очень быстро поддержали. Сейчас у нас состав, это 30 единиц артистического персонала, то есть 30 человек в оркестре. Все в основном молодые, возраст молодой. И если молодой возраст, значит, оркестр имеет хорошую перспективу. Что касается гастролей, ну, к сожалению, за рубежом у нас не было выезда. А так вот можно сказать, что мы дали концерт практически во всех районах Ульяновской области. Давали концерты в Казани, давали концерты в Оренбурге, в Самаре. Вот, затем была Москва, был Волгоград, Ростов, Дон, Тверь. Тверь – это родина основоположника оркестра, оркестра, великорусского оркестра в России, Василий Васильевич Андреев. Вот на его родине были мы, вот давали там концерт. Ну, довольно так вот была обширная география нашей концертной деятельности. Оркестр с большим волнением готовится к юбилейному концерту. В перерыве репетиции с 70-летием Евгения Александровича поздравили его коллеги и друзья. Евгений Александрович, мы вам желаем крепкого здоровья, творческих успехов, неуемной энергии, любви близких, окружающих, друзей, коллег. И всегда ждем вас с новыми программами, на репетициях. И вы должны продолжать радовать зрителей. Евгения Александровича знаю давно, он был моим преподавателем по дирижированию музыкального училища, и вместе с ним мы начинали создавать оркестр. Это была его идея, которая воплотилась наконец-то. И я всегда думаю, кто же кроме него смог бы, другой человек смог бы создать вот такой вот большой коллектив. Думаю, что нет, потому что он является лидером, вдохновителем и очень любит народную музыку. Поздравляем нашего дорогого дирижера с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и энергии. Евгений Александрович, я знаю, можно сказать, всю свою жизнь. Это прекраснейший музыкант. Он сделал великое дело культурной жизни Ульяновской. Это создание народного оркестра, оркестра русских народных инструментов. Евгению Александровичу оркестру нижайший поклон и пожеланиям долгих лет творческого благополучия. Спасибо вам, Евгений Александрович, за то, что вы есть. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям и желаем юбиляру здоровья, благополучия и еще долгих творческих лет. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.